Добрый день, доброе время суток всем, кто нас слушает, добрый день в Америке, добрый вечер, соответственно, в России, в Израиле, в другом часовом поясе. И у нас с вами такая довольно интересная сегодня будет встреча, у нас с вами будет диалог, и я сейчас представлю доктора Григория Миламедова, автора замечательной книги «Дипломатическая битва за Иерусалим». Собственно, вот эта книга нас в каком-то смысле и виртуально познакомила. И, ну, надо сказать, что вообще очень интересная история, учитывая, что мы с вами сейчас находимся в изоляции пандемии коронавируса, и такое время, казалось бы, непростое, но, как нам еврейская традиция говорит, любой кризис — это возможность. И вот наглядный пример того, как кризис, в общем-то, становится возможностью, когда вот в довольно непростой ситуации, когда каждый из нас изолирован, мы все находились в необходимости как-то все-таки поддерживать контакт друг с другом виртуально через Zoom. И вот в одной из своих лекций я говорил о Дне Иерусалима и упомянул вот эту замечательную книгу, которая, на самом деле, у меня была уже не один год дома. И так сложилось, видите, как интересно сложилось, что мне написал сам автор этой книги — Григорий Миловедов, профессор Московского университета и доктор исторических наук. Ну, Григорий, давайте вы немножко расскажете о себе и о вашем интересе к истории Иерусалима. Наверное, мы с этого начнем, да? Да, спасибо, Ревен. Ну, вообще, все это началось с диссертации. У меня была диссертация под названием «Проблемы Иерусалима в контексте ближневосточного переговорного процесса». Ну, как все диссертации, должно быть такое заумное что-нибудь. Главным консультантом был как раз доктор Олег Эпштейн. Он не имел права быть научным руководителем, потому что научный руководитель должен быть тоже из Института Востоковедения, я защищался в Институте Востоковедения Российской Академии Наук. А Олег был в это время профессором открытого университета Израиля. Вот. И книга написана, в общем-то, по следам этой диссертации. Понимаете, конечно, что когда человек диссертацию пишет и защищает, то у него уже вообще нет сил ни о чем думать. Но вот потом мысли появляются. И меня поразили две вещи. Вот в том материале, который я изучил и в том, что было написано. Во-первых, Кэмп-Дэвидские переговоры, Палестино-Израильские, 2000-го года и их продолжение в ТАБе в 2001 году. Ведь на самом деле это был, наверное, самый опасный момент для Израиля. Гораздо более опасный, чем соглашение ОСЛО. Соглашение ОСЛО, в сущности, это были декларации о намерениях. А реальная угроза, что произойдет какой-то территориальный раздел, это вот именно те переговоры при посредничестве Билла Клинтона. И было просто поразительно. Вот все шло, шло, шло более-менее нормально до тех пор, пока не уперлась в проблему раздела Старого Города и особенно раздела Храмовой горы. И вот даже у меня в то время, вот нерелигиозного человека, было просто ощущение, что Бог просто смеется над попытками людей это сделать. Потому что, вот представьте себе, что в переговорах ведь участвовали не только делегации двух сторон или трех сторон, туда были привлечены самые лучшие в мире конфликтологи, политологи, вообще специалисты по нахождению компромисса. И все, что они выдвигали, не работало. Они выдвигали все более и более сложные конструкции этого раздела, раздела Храмовой горы особенно. К концу это выглядело уже вообще просто как какой-то гротеск. Вот Храмовая гора, в сущности с топографической точки зрения, небольшой холл. Разделить его на четыре части. На четыре части под разным суверенитетом. Один склон под одним суверенитетом, другой под другим и при этом еще вглубь. На несколько метров вниз эта территория ООН, там можно копать. На несколько метров дальше вниз там нельзя копать, там еще чей-то суверенитет. То есть, и в сущности получилось, что Храмовая гора спасла Израиль тогда получается от того, чем могли закончиться эти переговоры для страны. И меня просто заинтересовало, что же это за место такое вообще. И что там было раньше в плане того, какие раньше были переговоры. Были ли раньше такие ситуации. А второй момент это такое, что ведь на протяжении всех 90-х годов и в начале 2000-х все мировые СМИ вбивали в голову людям вот такую мысль, что якобы мировое сообщество пытается облагодетельствовать евреев и арабов, пытается облагодетельствовать Израиль и палестинцев, пытается их примирить. А они вот такие неблагодарные, особенно Израиль, уперлись и не желают. А на самом-то деле, как раз именно когда я работал на диссертации, то увидел, что все наоборот. Никто не сделал больше, чем ООН и великие державы, которые действовали через площадку ООН, для того, чтобы эту ситуацию запутать до предела вообще, что каждая новая резолюция противоречила всем предыдущим. Ну и, собственно говоря, вот это желание об этом рассказать, это стало, пожалуй, главной мотивацией для того, чтобы мы делись за книгу. У Алика, конечно, могли быть свои мотивы, о которых я не знаю, но я говорю о себе. Ну, вот у меня будет к вам такой вопрос. Я так понимаю, что мы сегодня начнем с... У нас будет, я надеюсь, серия из нескольких таких лекций, диалогов на тему об истории Иерусалима. И я так понимаю, что мы начнем с введения с вами, где вы говорите довольно подробно об истории вопроса. Вы вообще по образованию истории. Я правильно понимаю, да? Да. И вот мой к вам вопрос будет такой. В принципе, книга, в общем-то, посвящена в основном, ну, за исключением введения, книга в основном посвящена современной проблематике, дипломатическая битва за Иерусалим. Закулисная история, кстати, тем, кто эту книгу еще не читал, я очень рекомендую ее прочитать. Здесь огромное количество очень интересного материала в этой книге собрано. И, ну, действительно, мне эта книга очень понравилась. Она очень хорошо написана, ее довольно легко читать, несмотря на то, что материал здесь достаточно обширный. Вы историческую тему поднимаете только в введении. У меня к вам такой вопрос. Насколько вы считаете необходимым знание истории для вообще понимания проблематики того, что здесь происходит с обеих сторон? И как понимание истории вообще, говоря, помогает нам понять, что происходит сегодня, когда мы говорим вот об этой дипломатической битве за Иерусалим? Дело в том, что даже без самой древней истории мы не поймем, ну, хотя бы такую вещь, что на протяжении веков, на протяжении всех двух тысячелетий Галута, Иерусалим не был местом, в котором принимались политические решения. Но он постоянно был местом, по поводу которого принимались политические решения. И, наверное, трудно вообще найти на земле место, по поводу которого было столько соглашений, столько разных компромиссов между разными странами. И все это отражалось на жизни городских общин. Мы это потом увидим, все эти взаимосвязи. Если этого не понимать, то мы просто не поймем, почему мусульмане претендуют на храмовую гору, в чем различие между арабами-мусульманами и арабами-христианами, почему вдруг сейчас так получилось, что арабы-христиане не играют никакой роли практически в политическом процессе. И очень-очень многое другое. То есть, понять здесь… И самое главное, что еще тогда, в древности, появились очень многие тенденции, которые есть сейчас. И мы не поймем, откуда они появились, и что за ними стоит, и что это за глубина. Вот, может быть, сегодня, если получится, мы дойдем до момента разрушения второго храма императором Титом, и что происходило в душе у Тита тогда. Вот, на самом деле, я как раз хотел предложить вам, давайте, может быть, начнем повествование, как вам это удобно. Это, может быть, хронологически, или это, может быть, в качестве примера, иллюстрации того, о чем вы сейчас говорили, приведите какой-то пример из истории, который лично вас поразил, насколько вот он влияет на современную проблематику. Или, может быть, вы хотите начать по порядку, это уже как бы на ваше усмотрение, как вам больше? Спасибо. Я вообще думаю, что для тех, кто книгу не видел, все-таки надо пояснить, что основная часть книги охватывает период с 1917 года, когда Палестину завоевали англичане. Наступила эпоха британского романдата. И заканчивается вот как раз примерно в 2001-2002 годах. Но имеется большая вводная глава, которая как раз рассказывает обо всем, что было до этого. Но мы сейчас не будем говорить о том, что было до разрушения второго храма. А вот как раз последующие два тысячелетия, это владычество римское, арабское и потом турецко-османское. Конечно, когда такой огромный период мы рассматриваем, то здесь не подходит ни один вариант. Если его рассматривать подробно, то это вообще мы будем несколько лет этим заниматься. Если по верхам, то это можно прочесть в любой Википедии. Поэтому я предлагаю просто сосредоточиться на нескольких ключевых моментах и, может быть, даже ключевых фигурах. Вот. И скажем, вот первый момент. 70-й год новой эры. Штурм Иерусалима римскими войсками во главе с Титом, который в это время не император, а сын императора Беспасиана. И если мы обратимся к Фихтвангеру, Леону Фихтвангеру «Идейская война», надеюсь, все читали. Но даже кто читал, по-моему, это можно перечитывать до бесконечности. Ну, конечно, Фихтвангер мог прибавить какой-то своей фантазии, но все-таки он опирался на труды Иосифа Флавия, который был очевидцем событий. И вот смотрите, что получается. У Тита в голове полная каша, у него противоречивые намерения. С одной стороны, он вовсе не злодей. Он не испытывает желания все разрушать, всех убивать. В его окружении есть евреи. Он даже планировал одно время жениться на принцессе, правнучке Ирода Кордуса. И Иосиф Флавий тоже в его компании. И он совещается со своими генералами о том, нужно разрушать храм, не нужно его разрушать. Ему жалко. Он, как все римские интеллектуалы, ценит красивую архитектуру. Он понимает, что это красивое здание, ему хочется его сберечь. Я внесу небольшую коррективу, если вы позволите. Если все-таки мы с вами опираемся на труды Иосифа Флавия, который, скорее всего, Фитфангрид видел, с которым, видимо, он был знаком, потому что они, конечно, есть в переводах на все европейские языки. В общем-то, Иосиф Флавий, его вряд ли можно обвинить в объективности в отношении римских властей. Все-таки он перешел на сторону римлян и писал свои труды в основном для римлян. Поэтому своего рода некая самоцензура там, конечно, присутствует. И действительно, в трудах Флавия Тит представлен такой очень благостной фигурой. Я, если честно, не уверен, насколько это описание соответствует действительности. Ну, смотрите, все-таки возьмем факты. Хотя именно он разрушил храм, но, во-первых, многие историки признают, что был издан им приказ, ну, такой, правда, очень половинчатый, но приказ по возможности щадить строение. Во-вторых, потом уже он проводил по отношению к евреям, которые остались после этой резни, все-таки гораздо более гуманную политику, чем потом, например, его брат Домициан или император Троян и так далее. Но я что хотел сказать, что вот у него, с одной стороны, такое интеллектуальное отношение. Он типичный представитель космополитизма Римской империи, а с другой стороны, у него все время вырывается из души вот какое-то вот такое дикое желание разрушать, которого он, может быть, даже сам не понимает. Он, с одной стороны, организует военный совет со своими генералами, где фактически проводится голосование, нужно ли разрушать храм. Голоса поровну, трое на трое. Тут надо иметь в виду еще вот такой момент, что Титу нужно было все-таки делать карьеру и застолбить за собой точно место наследника, наследника престола в Риме. А для этого ему очень важно, чтобы состоялось, ведь в Риме были разные виды военных парадов после побед. Самый, как бы, высший, самый помпезный – это триумф. Триумфальное шествие. Так вот, если храм не взять, если не захватить те драгоценности, которые там находятся, то триумф ему, пожалуй, не разрешат. Разрешат парад меньшего ранга. А это для политической карьеры очень плохо, и для его генералов тоже плохо. И тем не менее, он все-таки отдает приказ, ну вот такой, что противник должен быть энергично отброшен, но здание по возможности щелить. И в то же время он видит, что среди его солдат желание разрушать, желание разрушить храм очень велико. Вся армия повторяет эту латинскую фразу «Eusalem est perdita» – «разрушенный Иерусалим». «Иерусалим должен быть разрушен». Аббревиатура «ХЭП» получается. И вот солдаты все кричат «ХЭП-ХЭП». И в ночь штурма он вдруг обнаруживает себя среди своих солдат, что он также вот в каком-то экстазе, исцеплении бежит вместе с ними и кричит «ХЭП-ХЭП». Потом вдруг останавливается, вспоминает про свой приказ, что это со мной происходит, но уже поздно, уже храм горит. Вы знаете, то, что вы описываете, это очень интересно, я такой немножко психологический комментарий здесь проведу. Фройд, как мы знаем, много говорил о либидо, о некой, так сказать, сексуальной энергии, силе жизни, но мы знаем, что уже ближе к концу своей жизни он также говорил и о морде, да, о неком инстинкте, желании разрушать, как одной из движущих сил человека. И вот, мне кажется, вы проявили довольно интересный пример этого. Может быть, Руван, но я думаю, что здесь есть еще и вот какая вещь. Посмотрим на это так с политологической точки зрения и с точки зрения истории религии. Столкнулись три силы, можно сказать. Первая сила — это сила Римской империи, которая, в сущности, представляла собой, может быть, первый, точнее, второй, наверное, после Александра Македонского, вариант проекта глобализма, космополитизма. И, собственно говоря, это было вполне естественно, потому что огромная империя, где строятся однотипные дороги, однотипные сооружения, единое, как сейчас сказали бы, экономическое пространство, единые законы, единое юридическое пространство. То есть, понятно, что, конечно, космополитизм. Этому противостоят, с одной стороны, такие народы, как галы, германцы, даки, но они противостоят просто как жертвы завоевания, противостоят завоевателям. То есть, у них нет идеологического противостояния, у них есть просто противостояние военной экспансии, скажем так. Да, да. И римляне совершенно спокойно берут их богов, их идолов в свой пантеон. И, в конце концов, те же самые галы начинают служить в римских легионах, никаких проблем нету особенных, хотя противостояние, конечно, есть. А вот здесь, в Ягоде, римляне столкнулись с каким-то совершенно другим противостоянием, которого они просто не могли понять. И потом мы увидим, кстати, что другой римский император, Юлиан, отступник, который попытается разрешить евреям построить храм, он тоже не понимает. Этит чувствует интересная ситуация. С одной стороны, римляне подавители восстания, а с другой стороны, они сами как будто бы в роли восставших, в роли бунтовщиков против вот этого непонятного им бога, которого они воспринимают как бога евреев. Но чувствуют, что это что-то большее. Чувствуют. Может быть, это тот самый бунт человека против бога, о котором говорил, например, Рам Фаерман и многие другие. Как вы думаете? Знаете, это интересный подход. Такая попытка немножко теологического осмысления исторических событий, смысла исторических событий. Вообще говоря, если мы с вами говорим о смысле истории, я думаю, это во многом, конечно, еврейское изобретение. Греки, у которых было много историков, в основном все-таки занимались тем, что сегодня принято называть историографией. Евреи, у которых историков, по сути, никогда не было. Если бы возьмем Иосифа Флавия, он писал на греческом языке, как мы знаем, писал он в основном для нееврейского мира, для вот той вот говорящей на греческом языке икумены того времени, хорошо образованной нееврейской в основном. И хотя он был человеком, конечно же, еврейского мира, еврейского образования, но по сути писал вот в таком нееврейском формате, скажем так. Но, с другой стороны, понимание того, что история наполнена смыслом и содержанием, это, в общем-то, наше еврейское ноу-хау, которое грекам во многом было, наверное, чуждо, и римлянам тоже. То есть понимание того, что есть некое направление развития событий, некая канва исторических событий, некий, пользуясь языком Мартина Бубера уже в 20 веке, некий диалог, который происходит в истории. И история — это то поле, в котором этот диалог происходит между Всевышним и его народом, но в более широком контексте, как мы это видим у библейских пророков, между Всевышним и всеми народами мира через народ Израиля. И тут, кстати, интересный момент, если мы сравним, например, христианство, которое принято называть мировой религией, которое, конечно, дочернее предприятия иудаизма во многом, мы увидим парадоксальным образом, что под греческим влиянием христианство переносит все историческое бытие в какую-то сферу, как намного менее интересную с точки зрения религии, а спасение, оно там где-то в предыдущем мире, тот же Иерусалим, он горний, он какой-то такой не совсем земной, а вот этот земной физический Иерусалим интересует христиан все-таки в меньшей степени. Вот как-то так получается, довольно интересно, под греческим влиянием во многом, что вы думаете об этом? А так оно и есть. Действительно, есть много исторических свидетельств о том, что до того момента, как император Константин провозгласил христианство государственной религией Рима и уже по своим политическим соображениям стал производить в Иерусалиме раскопки, стал строить там религиозные сооружения культовые и так далее. А до этого, первые три с лишним века новой эры, христиане особенно не интересовались Иерусалимом. То есть, интересовались, может быть, только те евреи, жители Иерусалима, которые перешли в христианство, вот это меньшинство. Оно, может быть, как-то еще пыталось интересоваться, но в целом-то христианство стало развиваться не там, а в Малой Азии. И для этих народов, языческих, среди которых распространялось христианство, был типичен как раз такой подход, что... А что земной Иерусалим? Земной Иерусалим — это просто символ павшей иудеи, вот, и понятно, почему она пала в соответствии с их концепцией. Вот, поэтому зачем вам интересоваться? Кстати, довольно интересно, вот вы мне напомнили, насколько мне известно, я, конечно, не профессиональный историк, но вот из того, что я читал, по сегодняшний день, в общем-то, есть споры историков, артеологов о том, что происходило на храмовой горе в ранний христианский период. Были ли какие-то попытки построить там какую-то церковь, как-то что-то восстановить там после того, как храм был разрушен? Что вы можете об этом сказать? Я думаю, что это просто нереально, им бы никто не дал построить, потому что для римских властей и те, и другие были просто евреями, и они ничего не понимали в спорах. Нет, но мы уже говорим в византийский период, так называемый византийский период, уже период, когда после 325 года, когда христианство становится официальной государственной религией Римской империи. А, ну, тогда, конечно, но дело в том, что Константин успел построить далеко не все, а потом начался долгий период гражданских войн, разброды и шатаний, вот так что я думаю, что там и денег-то особенно не было на то, чтобы что-то построить. Я ничего не слышал о таких попытках, честно говоря. Другое дело, что когда христианство стало в Риме господствующей религией, то в Иерусалим пошел большой поток христианского населения из всей империи, который изменил там и всю соотношение, всю демографию, все. И совершенно другой облик страны, вот это стало все совершенно другое. Но все равно то, что они построили, то, что сейчас называется храм гроба Господня, хотя, конечно, это совсем другое здание, то было сожжено потом, вот, и место предполагаемой казни, погребения Иисуса, вот эти места их интересовали. А храмовая гора вроде как бы ни при чем, там ничего не происходило. То есть, по сути, можно говорить, что до прихода мусульман, по большому счету, храмовая гора пребывает в запустении. И я даже видел, в христианские источники приводят это как некая демонстрация такого пророчества, исполнения пророчества. Сион садет и хреш, сион будет распахан как поле, некое такое назидание евреям, так сказать, вот, в таком контексте мы можем об этом говорить. Ну, естественно, любое пророчество сбудется, если у тебя есть силы сделать так, чтобы оно сбылось. То есть, она точно. Если у тебя есть силы запретить евреям ходить на храмовую гору и только как в издевку разрешить один раз в год, 9 ава, пожалуйста, молитесь там именно в тот день, когда мы разрушили ваш храм, разрешаем. Ну, и вот тут интересно, с приходом мусульман, ну, есть эта красивая легенда, трудно сказать, на самом деле она правдивая или она, так сказать, придуманная. Как большинство легенд, она просто выглядит красиво, когда Марабин Хаттаб, в честь которого названа главная площадь Явских ворот, завоеватель Иерусалима, приходит в город и получает ключи от Иерусалима, от патриарха Сафония. Он просит его показать место, где молились Наби Муса, где молился, ну, согласно мусульманской версии, почему-то Моисей. Мы знаем, что место его захоронения находится не там, где принято в еврейской традиции, а уже с этой стороны Иордан. Это, правда, более новая мусульманская традиция, но, во всяком случае, он просит показать ему место, где молились знаменитые пророки, где молился Ибрагим, где молились все святые пророки. И, ну, Сафоний сначала ведет его на место, где построен храм гроба Господня, и, согласно легенде, Амар туда внутрь не входит. Там есть разное объяснение, почему он не входит внутрь, по одному измерению не входит внутрь, потому что, если бы он вошел внутрь и помолился там, это место нужно было бы превратить в мечеть, кстати говоря. Во всяком случае, мы знаем, что рядом там действительно находится мечеть прямо у входа в храм гроба Господня, у одного из входов находится небольшая мечеть, которую действительно называют мечеть Амара. После этого второе место, куда ведет его Сафоний, потому как Амар говорит, нет, это не то место, он чувствует, что это не то место. Второе место, как хорошая сказка, должно быть всегда три, правда? Второе место он его ведет на гору Сион, где находится церковь Агия Сион, и, опять же, Амар Абхаттаб говорит, это не то место. И тогда уже, наконец, он отводит его на храмовую гору. И вот здесь, на храмовой горе, Амар Абхаттаб говорит, да, это то самое место. И, ну, вот вообще, статус Иерусалима в исламе, ну, вот это такое высказание, оно вроде как очень повышает статус Иерусалима в исламе, но мы знаем, что в Коране Иерусалим не упоминается ни разу, и мы также знаем о том, что есть некоторые направления ислама, как, например, шиитское направление, которое вообще не считает Иерусалим в священном городе. Вот, может быть, мы немножко об этом сейчас с вами поговорим. Да, давайте, с удовольствием. Смотрите, действительно, прежде всего, вот о чем нужно сказать, что и у Мухаммада, так же, как и у ранних христиан, и у поздних христиан тоже, просто была как навязчивая идея, чтобы евреи к нему присоединились, приняли его религию, признали его как последнего пророка. И первое время он очень сильно заигрывал с еврейской общиной. И даже, вроде бы, есть свидетельство, что он молился в сторону Иерусалима. На самом деле, в исламе, в раннем исламе, даже, собственно, в Коране есть упоминание о том, что изменили направление киблы, изменили направление молитвы, и что изначальное направление молитвы, это и мусульмане, и мусульманские теологи это признают, изначальное направление молитвы было в сторону Иерусалима, действительно. Да, он от этого отходит потом, когда видит, что евреи за ним не пошли. Потом появляется легенда о Аль-Мирадж. Это такое мистическое путешествие, когда Мухаммад якобы был перенесен вот туда, как раз, к Храмовой горе, но при этом одновременно и на небо. Вот как-то так вот сошлось небо и земля, и якобы там он встречался с Моисеем Мусой, с Иисусом Исой, и они его признали. История очень красиво описана в Коране. Интересно, что на самом деле, вот если посмотреть на текст в оригинале, то там мечеть названа Аль-Мазджит Аль-Акца, то есть от слова, как на иврите слово Каце, то есть мечеть отдаленная. И, собственно, напрямую Иерусалим не упоминается. И, ну, если мы исходим из того, что на момент жизни пророка Мухаммеда еще мечеть Аль-Акца не была построена, мы можем предположить здесь, опять же, некоторую более позднюю, так сказать, конструкцию. Ну, дальше, смотрите, получается интересная вещь. Это, кстати, к вашему вопросу, какое имеет отношение древняя история к тому, что происходит сейчас. Значит, значит, ведь в огромной Арабской империи после смерти Мухаммеда сразу начались всякие волнения, междоусобные войны. И часто получалось так, что, ну, скажем, первая династия, династия Омейядов, они делают своей столицей Дамаск. Следующая династия, династия Аббасидов, Бейт-Аббас, строят Багдад и делают его своей столицей. А как же Мекка и Медина? А там периодически появляются какие-то бунтовщики, которые объявляют себя халифами, которые говорят, что вот только здесь могут быть настоящие халифы, а те самозванцы. И у халифов, которые в Дамаске, которые в Багдаде, возникает опасение. Если мусульмане будут совершать хадж туда, в Мекку, то не подпадут ли они под влияние вот этой оппозиции? Не станут ли они врагом? Поэтому они очень часто принимали такое решение, что нежелательно пока ходить в Мекку. Конечно, Мекка важнее Иерусалима, но Иерусалим тоже вполне подходящее место для паломничества. Ходите сюда, ходите. То есть, по многому мы можем говорить о политическом решении строительства мечети Аль-Акса в Иерусалиме в качестве, так сказать, знака того, что это именно то самое место, о котором написано в Коране, куда, собственно, и нужно осуществлять паломничество. Конечно. И посмотрите, как это похоже на уже историю 20 века. Почему для короля, ну тогда еще Транс-Иордании, Абдаллы, было так важно захватить Иерусалим во время войны за независимость? Да, потому что хашемитская династия, подумать только, династия, которая вообще исходит от пророка, от Мухаммада. А Мекка и Медина в чужих руках, там саудиты. А как же им-то быть хашемитом? Им нужно овладеть хотя бы третье позначение святыни Ислама. И поэтому они, с одной стороны, стараются овладеть Иерусалимом, а с другой стороны, они подчеркивают, что да-да-да, это очень важная святыня. Я тут вспоминаю еще интересный конфликт. Внутри арабский конфликт между теми же египтянами. Вы знаете, что египетские армии тоже приблизились к Иерусалиму, они были в Рамат-Рахель. И одна из причин, почему египтяне, которые в основном воевали, скажем так, на Южном фронте, приблизились и настолько важно им было, было связано даже не столько с их желанием, собственно, завоевать Иерусалим, сколько предотвратить появление там иорданцев перед ним. Тут такие довольно интересные ситуации. Мы видим, кстати, уже в период британского мандата подобного рода конфликт между кланами Хусейни и кланами Машашиби, которые вы, кстати, описываете подробно, это вы об этом пишете в своей книге. Ну вот я хотел вспомнить еще такой интересный момент, как мне кажется, о том, как в исламе, в общем-то, политика и религия идут абсолютно вместе. И вот пример того, как Алякса, которая, в общем-то, по политическим причинам становится святыней ислама, Иерусалим становится Алькут, священным городом, таких примеров, в общем-то, мы видим в современной истории, наверное, немало, правда? Да. Ну, вообще, насчет политического ислама это настолько сложная тема, я даже не берусь начинать ее сейчас обсуждать, но прежде всего есть такой исторический факт, что почти всегда, когда поднимались какие-нибудь восстания против халифов, то это были восстания под религиозным знаменем, то есть халифов обвиняли в том, что они отошли от истинной веры, и, кстати, очень часто, если речь идет о халифе сунницком, ну, собственно говоря, естественно, что сунницком, то тогда поднимают знамя шаизма, вот, или наоборот, то есть эта традиция очень и очень дальняя, а дальше возникла проблема уже во времена Османской империи, кстати говоря, тоже была ситуация у султанов не очень-то приятная, с одной стороны, они владели практически всем исламским миром, почти кроме Персии, а с другой, совершенно безродные, если сравнивать с династиями, которые идут от Мухаммада, и поэтому там постоянно возникали проблемы, являются ли они хозяевами Мекки и Меддина или не являются, уделять внимание Иерусалиму гораздо удобнее, поэтому Сулейман великолепный строит там такую шикарную мечеть, вот, а потом уже ближе к 19 веку, когда начинается закат Османской империи, то происходит интересная вещь, до сих пор турки-османы только завоевывали территорию, теперь они начинают их оставлять, и возникает проблема, а могут ли мусульмане жить, оставаться жить под властью неверных правителей, а как же быть с тезисом религиозным, что любая территория, куда хоть раз вступила нога мусульманского воина, это уже считается мусульманской территорией, даже если они потом отступили там и так далее, вот, и вот попытки найти ответы на все эти вопросы, и одновременно стал развиваться национализм, турецкий национализм, арабский национализм, вот попытки ответить на все эти вопросы, действительно, особенность мусульманского мира в том, что они пытались их найти на базе религии, и это, собственно говоря, стало началом современного исламизма. Вот у меня, кстати, по поводу религии такой интересный вопрос, как вы считаете, насколько велика вообще роль религии в сегодняшнем, условно говоря, арабо-израильском конфликте, и как, вообще говоря, это влияет на понимание политики, политики, в том числе арабских стран, политики тех же палестинцев в отношении существующей проблемы с одной страны, и, с другой стороны, насколько, может быть, израильское руководство недооценивает этот фактор, потому что мне кажется, что вы в своей книге это тоже упоминали. Да, но смотрите, здесь ситуация очень сильно менялась. Прежде всего, на момент прихода англичан в Иерусалиме было три общины. Еврейская, в общем-то, самая крупная, как ни странно. Это единственный, может быть, город, крупный город в Палестине, где именно еврейская община была доминирующей по численности, плюс арабы-мусульмане и арабы-христиане. Но и взаимоотношения между ними, это, конечно, были взаимоотношения религиозные. И англичане тоже сначала готовились к тому, что они будут посредниками в религиозном конфликте. Но по мере того, как шла сионистская алья, одна за другой, так арабы все больше стали объединяться, в общем-то. Точнее, не так. Поскольку ответное арабское движение возглавил как раз Аль-Хосейни, Муфтий и Иерусалима, то христианская община сразу оказалась где-то на обочине. И стало получаться, что это уже конфликт немножко другого рода. Это уже смесь религиозного и межрелигиозного, и межнационального. То есть, в ответ на появление еврейского национального движения появляется вот это, скажем так... Это ответ на еврейский национализм. Поэтому конфликт переходит из сферы религии больше в сферу... Да. Да, и тем более этому способствовало то, что Аль-Хосейни сотрудничал, как известно, с нацистами. И англичане после Второй мировой войны не разрешили ему туда вернуться. И поэтому арабское национальное движение стало гораздо менее религиозным. Просто религиозных лидеров там не осталось. А уж потом, когда в арабском мире появились страны, претендующие на лидерство, абсолютно светские, секулярные, Египет при Насере, вот, то, если мы говорим про 60-е годы, 70-е годы, вот вообще почти не было религиозного фактора. Но сейчас происходит религиозное возрождение в исламском мире. Мы это наблюдаем, и это, очевидно, влияет на происходящее. Я, кстати, такой момент хотел напомнить по поводу, опять же, полуанекдотический момент по поводу того же Хосейни, который во многом привел к погрому 1929 года, когда Хосейни заявил о том, что, вообще говоря, как мы знаем, согласно исламу, никто не претендовал, по крайней мере, на западную стену, которую мы называем стеной плача, место традиционной молитвы евреев у Крамовой горы. И Хосейни заявил, что когда вот было это путешествие, мистическое путешествие пророка Мухаммеда на небо, так называемый Аль-Мирадж, где же он привязал своего коня Аль-Бурак? Да, привязал-то он его, на самом деле, как раз именно вот в том самом месте, где евреи молятся. И было такое его заявление, он несколько раз это повторял. Мы знаем потом, если мне не изменяет память, об этом говорю в том числе и Рафан. И уже в нашу бытность, совсем недавно, мы помним событие в Шхеме, когда место гробницы Юсефа было захвачено, и перекрасили купол в зеленый цвет, сделав из этого места мечеть, и заявили, что есть какие-то религиозные, исламские причины назначить это место, так сказать, исламской святыне, хотя до этого она никогда ей не являлась. Вот это, мне кажется, очень важный фактор, вообще говоря, понимания, с одной стороны, того, насколько религия играет важную роль в этом конфликте, я имею в виду арабской, мусульманской стране, и, в общем-то, непонимание с другой, если мы с вами посмотрим на то, что произошло в 67-м году, и как наше руководство, в общем, во многом сознательно отказалось от суверенитета над Храмовой горой, может быть, об этом мы более подробно уже поговорим в следующий раз, но мне кажется, это довольно-таки важная тема. Да, тут вообще интересно проследить, как менялось понимание, кто является контрагентом, сначала для остианинского движения, а потом для государства Израиль. На первом этапе, то есть на этапе борьбы за независимость, вообще было ощущение, что главными контрагентами являются мировые державы, а вовсе не арабы, которые живут в Палестине, и уж тем более не арабские государства Ближнего Востока, то есть, что разговаривать придется с Великобританией, с Америкой, с Францией, с Советским Союзом и так далее. Потом наступает новый период, когда становится ясно, что главные контрагенты с ними и войны, с ними и перемирие, это Египет, Сирия и Ордания, ну отчасти Ливан, но все это государства в то время светские. Потом наступает новый этап, организация освобождения Палестины, то есть, это уже именно палестинские арабы, и постепенно они превращаются в главного противника и главного контрагента, а арабские государства начинают играть уже второстепенную роль. И, наконец, перемены в самом палестинском движении, когда после смерти Арафата приходит престарелый Агумазан, но в это время активно развивается Хамас, и особенно для палестинской молодежи вот эти вот новые именно религиозные радикалы кажутся героями, а те, Арафат, Абумазан, это какие-то динозавры из прошлого. Ну вот у меня вообще, на самом деле, читаю вашу книгу, мне очень понравилось, что вы довольно подробно, я думаю, что период британского мандата мы подробно поговорим о нем, потому как он очень важен для понимания вот той динамики, которая сегодня происходит. Сегодня об этом говорить сами не будем подробно, но мне хотелось все-таки вернуться к религиозной проблематике, ну мне это интересно как родину, мне это интересно как человеку религии, но я думаю, что это проблематика, которая ее довольно редко затрагивают вообще в понимании современных вот всех этих дипломатических перипетий. Вы частично этого коснулись в своей книге, но мне хотелось немножко эту тему развить. Вот мы с вами говорим о том, что у нас было три общины на момент прихода англичан. У нас была, условно говоря, еврейская община, самая большая в городе, христианская община, достаточно значительная, там где-то около 20 тысяч христиан было, если я не ошибаюсь, да, в Иерусалиме, и мусульманская община. И в какой-то момент действительно христиане оказываются за скобками. Я, кстати говоря, в свою бутность, в свою жизнь в Иерусалиме, я учился в старом городе, получал, собственно, Смеху, Равинскую, в четыре года учился в Ведраж-Сфаради, в еврейском квартале старого города. И, ну, так сложилось, периодически общался с христианами. Христиане в основном сегодня ощущают себя достаточно такое странное у них чувство, ну, по крайней мере, у меня сложилось из разговоров с ними, некой двойной лояльности. От них требует какую-то определенную религиозную лояльность к христианству, от них требует определенную лояльность, так сказать, арабскому делу, потому что в основном все они арабы, и хотя они не мусульмане, они чаще всего оказываются, так сказать, на вот той стороне этого раздела, скажем так, да, если мы, условно говоря, разделяем политически здесь современную жизнь в Израиле, они оказываются по ту сторону. Они оказываются вместе с тем, что сегодня называют палестинцем. Но о том, как вообще слово «палестинец» стало означать то, что оно означает сегодня, может быть, мы с вами отдельно поговорим, потому что в годы британского мандата этим словом очень часто называли как раз евреев. Это тоже очень важно, мне кажется, для понимания происходящего, вот эта некая подмена понятий. Но мне вот здесь интересно, как получается так, что действительно, в общем-то, ну, скажем так, достаточно сильный на тот момент христианская община, власти англичаней, и тем не менее мы видим, что постепенно они полностью оказываются во власти вот этого арабского нарратива. И на сегодняшний день, в общем-то, есть, условно говоря, арабский нарратив, арабское понимание, причем оно общее во многом для христиан и для мусульман. Мы даже встречаем радикалов христиан, которые мало чем отличаются от радикалов мусульман. И это при том, что религиозная составляющая здесь, она очень важная для, ну, как мне кажется, для арабов. Мы видим даже вот тот факт, что, например, Интифада начинается с подъема Шарона, как мы помним, на Храмовую гору. Храмовая гора здесь является некоторым символом для мусульман, хотя, опять же, мы говорили с вами о том, что, например, для шиитов, достаточно большого направления, важного в исламе, Иерусалим вообще не является святым городом. Иерусалим в исламе — это третий по святости город, и он свят исключительно для суннитов. Но, тем не менее, вот именно религиозные какие-то моменты очень часто являются причиной того, или используются для того, чтобы дальше возник конфликт. Мы помним, что конфликт возник даже тогда, когда была восстановлена, разрушенная орданцами, большая синагога, которую называют синагога Хурва в старом городе Иерусалима. Когда при правительстве Натанияо, если вы помните, на деньги, кстати, наших украинских меценатов из Днепропетровска была восстановлена эта синагога, начались волнения. И волнения начинаются каждый раз, когда меняется статус-кво, и очень часто это имеет отношение именно к каким-то религиозным вопросам. Вот что вы можете сказать по этому поводу? Почему это так происходит? Я могу сказать, что есть одна причина, которая вообще общая для всего мира, почему растет значимость религии. Потому что мир, сейчас, в последние десятилетия, мир просто испуган. Мир испуган вот этим ростом новых технологий, этим очень быстрым изменением образа жизни, потерей контакта между поколениями. И обратите внимание на политические лозунги, лозунг Трампа, «Again!» «Сделаем Америку снова сильной!» И много-много таких лозунгов. «Снова! Сделаем, как раньше!» «Сделаем, как было!» А когда обращаются к тому, что было, то получается, что приходится обращаться к религии очень часто. И многие люди к ней обращаются. Другое дело, что они плохо ее знают, они не совсем понимают, к чему они обращаются. Это общее такое замечание. Что касается Иерусалима, конечно, община арабов-христиан понесла очень большие потери во время иорданского контроля, то есть с 1948 года по 1967. Христианам там... Их, конечно, никто не убивал, но им там было очень некомфортно. Они уезжали оттуда, они эмигрировали. Самые богатые, самые влиятельные семьи, конечно, эмигрировали. А те, которые остались, они оказались уже действительно совсем ничтожным меньшинством. И их действительно пытаются постоянно использовать. Взять хотя бы даже ту интифаду, которая началась после восхождения Шарона на Хромовую гору. Как называется та христианская деревня недалеко от Иерусалима, куда заходили террористы и оттуда обстреливали еврейские кварталы с тем, чтобы вызвать ответный огонь на эту деревню? Вот я не помню, может, это Бейджала? Возможно, вы имеете в виду Бейджала? Было несколько эпизодов. Бейджала там христианин, в самом деле. Вот. То есть, это постоянная тактика исламистов. Но когда мы говорим об исламистах, то тоже приходится делать какое-то различие. Но одно дело террористы, которые стреляют, другое дело те, кто, может быть, не стреляет, но создает их социальную базу. Поэтому тут тоже я, конечно, не хочу никого обижать, но можно сказать, что действительно мусульманская община втягивает вот этих немногих оставшихся арабов-христиан. Тем более, что, может быть, и Израиль мог бы проводить какую-то более дифференцированную политику, поощрять тех, кто более лоялен, и, наоборот, наказывать тех, кто менее лоялен. Ну, вот это, кстати, интересная тема. Может, мы оставим это для наших следующих лекций. У нас уже осталось не так много времени. Ну, наверное, последний вопрос, который мне хотелось задать. Если, может быть, у вас будет какое-то замечание, что-то, что вы хотели бы в заключении сказать, и мы оставим время для наших слушателей на вопросы, конечно. У меня вот возник такой вопрос в ходе чтения вот этой первой главы, введения, то, что вы здесь рассказываете. Вы, в общем-то, говорите о том, что весь период до британского правления, по сути, весь мусульманский период, Иерусалим, в общем-то, был не на передних ролях. И мы знаем, что Иерусалим действительно не занимал никакого статуса. У Иерусалима не было никакого статуса. Он не был столицей. Впервые столицей, в общем-то, его сделали в свое время крестоносцы, кстати говоря. О периоде крестоносцев вы, кстати, почти не упомянули здесь, если я правильно помню. Да, практически нет. Практически нет. Это сознательно было сделано, что вы почти не упомянули о правлении крестоносцев? Сознательно, потому что в этот период не было вообще никакой дипломатии. Ничего, собственно, не происходило. Это... Ничего не происходило. ...воевание и ответная война. Да. И вот в конце периода, в конце периода турков вы упоминаете здесь о том, как великие державы постепенно, турки начинают сдавать свои полиции, Османская империя, и постепенно великие державы получают определенные права в Иерусалиме. И по большому счету Иерусалим становится по-настоящему значительным городом уже в период британского мандата. Ну, в период британского мандата мы отдельно о нем поговорим. Это очень интересный, с моей точки зрения, период по целому ряду причин. И вы подробно действительно в этой книге его освещаете. Конечно, мы об этом поговорим отдельно. Но вот мне интересно вот такой момент. Мы видим, что великие державы начинают играть большую роль начиная с конца XIX века в том, что в Иерусалиме происходит. И мы помним, что согласно плану раздела Иерусалим должен быть международным городом. Ну, там было несколько планов раздела. Я не говорю о комиссии Пиля. О комиссии Пиля, наверное, отдельно поговорим. Я говорю о том плане, который был представлен в ООН и за который проголосовали 29 ноября 1947 года. Вот поэтому плану Иерусалим в принципе должен был быть международным городом. Что с вашей точки зрения вообще говоря произошло бы, если Иерусалим действительно был бы международным городом. И почему, по вашему мнению, этого не произошло? И какую роль вообще сыграла вот эта международная политика влияние, так сказать, великих держав на то, что происходило в Иерусалиме? Но если брать именно момент уже после Второй мировой войны, когда перед принятием резолюции в 1947 году, перед провозглашением независимости Израиля в 1948, то здесь все, в общем-то, очень просто. Англичане неожиданно для себя обнаружили, что у них просто нет денег на все их многочисленные колонии, не осталось больше. Они уходили из подмандатной Палестины намного быстрее, чем собирались, и даже речи быть не могло о том, что они там оставят какой-то воинский контингент или что-то. Вообще, парадоксальным образом, надо сказать, что Великобритания единственная страна, которая воевала от первого до последнего дня войны, ну, в Советском Союзе сейчас вот популярно, я, прошу прощения, назвал Россию Советским Союзом, потому что эта риторика очень похожа на Советский Союз. Все эти разговоры и серии можем повторить. Немного забывают о том, что с 1939 по 1941 год, вообще говоря, воевали на стороне Германии, и совместный вот этот позорный военный парад в Бресте и многие другие вещи можно вспомнить. Но Великобритания единственная страна, действительно, союзников, которая проевала, что называется, от звонка до звонка, и была наедине с немцами, и выдержала это наступление. Она, по иронии судьбы, оказалась, я бы сказал, наверное, проигравший больше всех по итогам Второй мировой войны, потому что Великобритания потеряла огромное количество денег, потеряла империю. В общем, это сказалось, конечно, да? Конечно. А дальше вставал вопрос. Ну, хорошо, международный город. Во-первых, надо учитывать, что уже шла непрекращающаяся, но такая полупартизанская, как сейчас сказали бы, гибридная война между еврейским и Шувом и арабами. И Иерусалим тоже был охвачен этой войной. Чтобы реализовать идею, что Иерусалим не чей, или наоборот, общий международный город, но туда нужно было, как минимум, послать чьи-то очень сильные войска. А чьи? Дал бы Советский Союз свое добро, чтобы туда вошли американские голубые каски? Или наоборот? Между прочим, это было, и эти споры были. Сталин по этой причине в какой-то момент и выступал против этой идеи. То есть, вот этот биполярный мир, с одной стороны, и наличие очень острого конфликта, это гибридная война с другой, между арабами и евреями уже в земле Израиля, по сути, не дал возможности этому плану быть реализован. Скажем так, да? Я думаю, что да. Но кроме того, есть еще одно объяснение, гораздо более приземленное, что в конце концов по Иерусалиму, это же не музей какой-то, это годы, где живут люди. И в тот момент все, кто там находился, половина из них ждала провозглашения независимости Израиля, и что Иерусалим станет его частью, половина, соответственно, наоборот. Вот. Нельзя же решить судьбу города совершенно без участия тех, кто в нем живет. Вот, мне кажется, так. Да. Григорий, какие-то у вас комментарии по поводу сегодняшнего нашего, нашей встречи. Во-первых, мне было очень приятно вас слышать, и большое вам спасибо за очень ваши интересные замечания и понимание, вообще говоря, важности истории для современной, современной ситуации в Иерусалиме. Я думаю, что в следующий раз, наверное, мы с вами поговорим о периоде британского мандата, о тех конфликтах, которые там были, очень во многом сформировавших конфликты, как мне кажется, и в современном еврейском мире, в современном израильском обществе. И попытаться в этом тоже разобраться немножко, может быть, нет? Прошу прощения, неужели пропустим такие интересные вещи, как Троян и восстание в диаспоре? А, пожалуйста, по вашему усмотрению, по смотри наших послушателей, мы можем выбрать любую другую тему для обсуждения. Это безусловно. Я думаю, что, наверное, мы включим это в контекст нашей дискуссии, поговорим о тех основных моментах, которые вы хотели бы затронуть. Конечно. Есть что-то, что вы хотели бы сейчас добавить, может быть, к тому, о чем мы говорим? У меня есть просто к вам вопрос. Не сочтите, что он каверный, он совершенно не каверный. Просто, к сожалению, я очень мало об этом знаю. Вопрос к вам именно к Акравейну. Мы видим в Танахе во всяком случае очень много примеров, когда Всевышний через пророков дает какие-то указания, касающиеся войн. Поступите так-то со своими противниками, когда войдете туда-то, там, разрушите то-то, а вот это не трогайте, это не берите. А есть какие-то правила, касающиеся дипломатии, касающиеся переговоров с соседними государствами и народами? Ну, это, кстати, очень интересная тема, и я думаю, у нас она недостаточно освещена по той причине, что, в общем-то, по большому счету, как вы правильно пишете в своей книге, мы со времен разрешения храма находимся в диаспоре, еврейский народ находится в диаспоре, и еврейская аллаха, еврейские законы развиваются в основном в этом контексте. Поэтому, если мы с вами смотрим на некие истории еврейской дипломатии, то есть, когда евреи представляли собой некую суверенную силу, мы, прежде всего, наверное, обращаемся к Танаху. Если мы говорим именно о еврейской аллахе, и я думаю, это одна из очень таких острых проблематик современного Израиля, потому что Израиль государство еврейское и демократическое. Что такое демократическое, понимают более-менее все, а что такое еврейское по этому поводу, как мы знаем, есть очень большое расхождение во мнениях, и хотя в Израиле принято, так сказать, в левых светских кругах пугать всех вот этим страшным государством аллахи вот придут эти злые, бородатые, нерелигиозные евреи и захватят нас. По сути, это не может произойти по той простой причине, что не очень понятно, что делать с властью. Я бы даже сказал, во многом это парадокс и некоторая проблема того, что у нас не разработана аллаха государства по-настоящему достаточно хорошо. Но, если мы с вами говорим про древний период, потому что в Шуха на руку эти законы практически не приводят, если мы с вами говорим не с точки зрения развития уже современной аллахи, которая необходима, которого должно будет происходить. Если мы с вами говорим, например, о периоде Танаха, то у нас с вами есть пару довольно интересных прецедентов. У нас мы можем вспомнить с вами, например, можем вспомнить с вами историю, которую мудрецы Талмуда трактуют в контексте дипломатии. Причем дипломатии именно с римским миром. Мы знаем, что в эпоху Талмуда уже появляется необходимость, в Риме образуется даже еврейская община, необходимость как-то лоббировать интересы евреев, лоббировать интересы евреев прежде всего земли Израиля, РЦСР, но, видимо, этим занимаются также другие еврейские общины в Риме, и вокруг этого, собственно, образуется еврейская жизнь в самом Риме, и мы видим, что мудрецы, когда они отправлялись в Рим, они изучали определенную главу Торы, об этом нам сообщает Талмуд, что они изучали? Они изучали историю о том, как Яков, его брат Исав, мы помним, что в еврейской Талмудической традиции Исав — это еврейский народ, это прежде всего Рим, Яков — это, конечно, Израиль, это еврейский народ, и Яков убегает, как мы помним, от Исава, который грозится его убить, Яков возвращается, и Исав идет ему на встречу, и с ним 400 человек, то есть встреча обещает быть теплой, но 400 вооруженных людей создают некоторые сомнения в том, насколько теплый и гостеприимный прием Якова будет оказывать. Что делает Яков в этой ситуации? Он делает три вещи. Во-первых, он, скажем так, задабривает Исава дарами, и там целый ряд даров, которые должен постепенно, так сказать, сбавить гнев Исава, пока он наконец дойдет до Якова. Второе, он разделяется в лагерь на несколько частей, и этим он говорит так, что если ударят по одной из частей Исав, то сохранится другая. То есть это некая стратегия, некая готовка к войне, что называется, люби мир, но готовься к войне. Но и третье, то, что он делает, это молитва. То есть такое, если хотите, это логический, религиозный ответ к ситуации, попытка понимания того, что Всевышний управляет всеми процессами, которые происходят. Здесь, конечно, есть некоторый момент, который, я думаю, нашим сионистским лидером начала века был очень неприятен понимание того, что евреи должны унижаться перед неевреем. Кстати, комментаторы многие критикуют Якова за то, что он кланяется чуть ли не целуя подол одежды Исава, но во многом это то, действительно, тот образ мышления, который был у евреев диаспоры по отношению к местным властям. Это один пример. Другой пример, который я могу привести, ну, я выдам некоторый секрет, вы мне рассказали в этом вопросе заранее, не то, что прямо мне вот это в голову пришло. Я об этом подумал вчера. И подумав об этом вчера, я подумал о довольно интересной истории в Танахе, истории в книге судей, где у нас такая достаточно во многом трестепенной значимости фигура Ифтах. Ифтах — это судья, который, как мы видим, во многом недоучка, во многом человек, который получает эту должность совершенно случайно, он просто физически силен, и его братья вообще считают его чуть ли не незаконно рожденным. Там очень странная с ним история, с этим Ифтахом, если мы ее почитаем в книге судей. И Ифтах настаивает на том, чтобы он был полноценным судьей, его назначают судьей, потому что необходим сильный военный лидер, а Ифтах обладает определенной способностью быть именно таким человеком. И отправляясь на войну с аминитянами, Ифтах пытается изначально попытаться решить конфликт мирно путем некой дипломатии. Это очень интересно. Вот если мы посмотрим, что говорит Ифтах, я даже записал это для себя здесь, тут довольно интересный момент. Дело в том, что Ифтах посылает посланника царю Омона. И когда царь Омона отвечает Ифтаху, что у него есть территориальные претензии, потому как это, вообще говоря, земля аминитян, что делает в ответ на это Ифтах? Он посылает еще раз посланника, где он подробно говорит о том, что вообще-то говоря, это земли, которые были захвачены изначально у аминитян, другим народом, эмарийцем. И земли аминитян изначально никто из евреев никогда не захватывал. Это были земли, которые были захвачены у третьего народа. То есть, некая отсылка, если хотите, к истории происходящего. Причем, отсылка с подробной цитатой из Библии, истории, как это происходило. Второй момент очень интересный. Некий вывод, который делает здесь в этом послании Ифта, он говорит следующее. «Итак, Господь Бог Израиля изгнал эмарийцев от певца народа своего Израиля, а ты хочешь взять его наследие». Это буквально цитата из Небесудия. «Не владеешь ли ты тем, что дал тебе твой Бог, кмош?» Ну, Бог с маленькой буквы, это, так сказать, идолпоконческий Бог, но он обращается к некому сознанию того времени, которое, видимо, было всеобщим. И мы владеем всем тем, что дал нам наследие Господь Бог наш. То есть, каждый народ, ему определено наследие Богом. Есть некое понимание того, что развитие исторических событий, видимо, на тот момент общее понимание связано с тем, как Бог определяет. Бог наследует тот или иной народ. Тот Бог, в который этот народ верит, очевидно. И такая интересная отсылка вот к теологии здесь, да? И еще раз отсылка к истории. Это что, лучше царя Балака? Царь Балак, как мы помним, в свое время имел возможность, царь Балак Мавитянский имел возможность, его земля тоже была захвачена, получается, имарийцами, и тем не менее, у него никаких претензий к Израилю не было. Он не воевал с нами, у них не было претензий к Израилю. Единственная претензия, которая была у Балака, когда евреи стали на границе Мава, он очень боялся, что они эту границу пересекут, и, как мы помним, послал пророка Белама, чтобы евреев прокляли. И еще одна отсылка к истории и разговор о том, что уже 300 лет, 300 лет мы живем в этих городах, и где вы все это время были? Где вы все это время находились? И говорит, что я невиновен пред тобой, ты делаешь мне зло, выступай на меня войной. То есть, по сути, обвиняет его, тут еще третий, как бы, аргумент, морально-этический, если хотите. Вы агрессор. Агрессор — это вы. Господь будет судьей между сынами Израиля и аманитянами. То есть, тут у нас геополитический аргумент. Земля была, как бы, захвачена, вообще говоря, у третьей стороны, у марийцев. То есть, это вообще не конфликт между нами, между аманитянами и евреями. Геологический аргумент. Бог как бы наследует народы. И третий, такой морально-этический, мы, вообще говоря, не агрессоры, агрессор — это вы. То есть, мне кажется, вот эта история, ее изучить, вот я не видел, честно говоря, книг современных, которые вы изучали, ее с таких позиций, но мне кажется, было бы эту историю интересно изучить в контексте дипломатии, причем, заметьте, дипломатии не галутного такого диаспорного характера, которая представлена в Талмуде, а дипломатии такого уже немножко другого уровня, когда, в общем-то, Евтах представляет собой некого суверена. Это дипломатия с таких позиций суверенитета определенная. Ну вот, как-то так, наверное. И сказать мировому сообществу, почему мы должны возвращать что-то палестинцам, если взяли это у Иордании? Это, кстати, видите, как интересно, да? Этот аргумент, вообще говоря, может быть очень виртуален в контексте происходящего, тем более, что христиане, которых в мире огромное количество, больше двух миллиардов, читают в тонах и знают эту историю приказа. Григорий, я, наверное, думаю, мы откроем сейчас, так сказать, возможность для вопросов, да, для всех окружающих. И большое вам спасибо. Вам спасибо. Вот у нас с нами есть здесь присутствующие, те, кто хочет, может включить микрофон, пожалуйста, мы будем рады. Если вы стесняетесь задать вопрос здесь, можете в чат написать нам. В чате что-то написано. Сейчас посмотрю. Да, но там извинения в основном. Карафоны включабельные. Те, кто хочет задать вопрос, может включить и задать вопрос. Ну, возможно, кстати говоря, так как эта лекция идет еще и лайв на Фейсбуке, возможно, нам напишут вопросы там. Но вот пока ждем в прямом эфире. Я хотела вообще поблагодарить вас и большое спасибо вам, Раври Уэн, что вы показали эту книгу и родилась такая возможность совместного урока и чтобы вы дальше продолжали вот такое пожелание. Я просто сидела, рот раскрыв и слушала. Вы знаете, это получилось совершенно спонтанно и я, честно говоря, был очень приятно удивлен, когда мне Григорий написал. Для меня это было, как знаете, такой некий знак времени, что вот несмотря на вот всю эту ситуацию коротного вируса, когда мы с вами изолированы, видите, как Всевышний устроил мир разумно. Про это сказано у нас, что всегда Акодыш Боро Макдим Рафуали Мака, всегда он дает нам возможность некого исцеления перед появлением болезни. В данном случае то, что мы имеем возможность вот так вот связаны быть между собой в формате Зума, и этих встреч стало намного больше, потому что людям это сейчас необходимо. Это вот как раз такое исцеление, как мне кажется. Так что я, Григорий, вам очень благодарен. И я вам очень благодарен. Но началось это, между прочим, с того, что вы вытащили ту статью из Американской газеты. Вы знаете, эта книга, я вам признаюсь, у меня была на полке довольно много лет. Не то, чтобы я ее совсем не читал, я ее читал. Я, признаюсь, не прочитал ее от корки до корки, но я, это одна из таких книг, которые, я покупаю книги в основном и только те, которые мне хочется, чтобы к ним можно было возвращаться. Вот это одна из книг, которую я купил именно по этому принципу. То есть я считаю, что здесь собрано, проанализировано огромное количество материалов. Вы проделали очень большую работу. И материал, в общем, во многом бесценный. На русском языке, собственно, я практически вот в таком формате, знаете, не академическом, а именно доступном массовому читателю. Я, в общем, практически даже и не видел. И поэтому вам огромное спасибо за эту книгу. И эта книга у меня не просто стоит на полке, как видите. Прежде всего, Алику, Алику Эйпштейну, огромное спасибо и самое наилучшее пожелание ему и Нине Ашеру. Алик Эйпштейн это ваш соавтор этой книги. Я правильно понимаю, да? Сосед Натана. Да-да. Ага, Витя с ним я пока не знаком. Относительно. Сосед из одной улицы, но в унитарном масштабе мы просто дверь в двери живем. Ага, Витя Натан. А вот я с ним пока не знаком. Окей, тогда ему огромный привет, конечно. Друзья, есть какие-то вопросы, комментарии? У меня есть маленький вопрос, если можно. Пожалуйста. Вопросы Григорию. Григорий, я так понимаю, очень трудно писать такую книгу, вероятно было, несмотря на то, что это даже диссертация. Чисто с теоретической точки зрения. Я думаю, тут просто был необходим контакт такой из знания и личное отношение знаний Израиля. Я имею в виду религиозную составляющую. Что вы можете сказать по этому поводу? Как ваше знакомство с Израилем не только чисто эпидемической точки зрения, как бы изнутри? Это, во-первых, спасибо моему деду и отцу, особенно. Конечно, я еврей по отцовской линии. Отец меня брал в синагогу, он очень много всего знал, он умел вычислять по еврейскому календарю. И, собственно говоря, многое в традиции мне передал он, хотя он совершенно не был соблюдающим евреем. И у нас в доме постоянно были по вечерам глушилки радиостанция «Голос Израиля». А в сам Израиль я впервые попал в 90-е годы, но в том числе у меня там были очень интересные командировки, например, когда я освещал для российской прессы выборы 99-го года между Натаниаху и Бараком. И тогда я очень-очень многое там понял. Хотя, может быть, о многом жалею. Я оказался тогда не совсем на той стороне. Спасибо большое. Очень интересно многое объясняют. Мне кажется, что вообще это как-то такая некоторая замечательная встреча вот такого круглого стола, потому что переносясь как бы в то время, когда, ну скажем, мы были в России, да, такая вот возможность России была представлена совершенно антиизраильской пропагандой. То есть, Израиль был представлен голосом Израиля, которого слушали под подушкой. Америка – это был голос Америки. Вообще, как бы, вот это вот чудо нашего времени, которое, может быть, как бы люди, которые несколько более моложе меня, нас, меня все-таки, наверное, да, они как бы не совсем-то понимают вот то, что мы совершенно нормально, да, без того, что у нас есть какие-то остаются двусмысленности, чтение между строк знаменитое, да, там подразумевает одно, говорит одно, а подразумевается другое. То есть, люди говорят реально то, что они думают, да, при этом находясь вот в тех самых трех точках, которые были совершенно разнесены абсолютно. Нам уже это чудо просто. Сто процентов. На самом деле. Просто Ровену тоже хочу сказать и Тане, что лишний раз подтверждение, что нет ничего случайного в этом мире. Это сто процентов, это абсолютно верно, мы с вами это знаем. Григорий, вы сейчас в Москве, да? Да. У нас с сегодняшнего дня отменили карантин. Народ удалился на улице. Понятно. Ну, наверное, просто короне сказали, что она кончилась просто и все, поэтому... Дефирендум скоро. как бы... Конечно, конечно. Кремль запретил, короне появляться и все. Свежо предание. Ну, понятно. Карантин отменили, но корону вроде не отменяли, ну, ладно, это другой вопрос. Друзья, я думаю, что будет очень хорошо, если вы напишете, возможно, на Тану или на Facebook Live или в каком-то еще формате, как бы вы хотели, чтобы происходили наши дальнейшие встречи, на какие вопросы вы бы хотели, чтобы мы ответили, какие вопросы осветили из истории Иерусалима. Я уверен, что мы с Григорием это вместе обсудим и подготовим нашу следующую встречу, исходя из ваших пожеланий. Раври Увен. Вот интересно по истории, но мне вот волнует дискуссия, которая возникла вот по плану Трампа, если можно когда-то там коснитесь этой темы. План Трампа. Ну, я думаю, что так как это уже совсем современная проблематика, мы можем об этом поговорить наверное чуть позже, да, мы наверное все-таки... Да, да. Ну, давайте, конечно, тем более, что я так понимаю, что не за горами аннексии мы очень надеемся Евгений и Самарии, по крайней мере, зоны С, и это будет очень-очень актуально, так что, да, конечно, конечно. Интерируй Трампа. Интерируй Трампа, ты же рядом. Более с профессиональным историком. Окей. Можно добавить еще? Пожалуйста. Конечно. Я хотел сказать, во-первых, я хотел проявиться формат нашей встречи. Мы будем работать по этой книге, да, я понимаю? Идея была, в принципе, не обязательно, ну, отталкиваясь от некоторых положений этой книги, но это совершенно не обязательно. Я не думаю, что это, у нас нету такого очень жесткого формата, но, в принципе, как бы, наверное, это некий, если хотите, это, если хотите, некоторый источник, на который мы будем опираться и из которого будем исходить наших дискуссий, но это совершенно не обязательно. Понятно. Спасибо. Я насчет коннексии, это имеет никакого отношения. Мы возвращаем наши земли. Я употребил здесь общепринятую терминологию. Я согласен с тем, Они там все время сочиняют, что-то не то. Я согласен с тем, что эта общепринятая терминология, она не совсем корректна с нашей еврейской традиционной точки зрения. Я думаю, что здесь мы с вами спорить не будем. В те времена, когда мы как раз слушали под подушкой голоса Израиля, был термин контролируемая территория. Очень интересный. Да, да, да. Да, в Израиле мы всегда просто назывались штафием, то есть просто территорией, что, в общем, создавало некую амбивалентность и некоторое, в общем, но об этом, наверное, мы тоже с вами поговорим, как раз вот об этой амбивалентности, о некотором непонимании израильского руководства того места, которое людей и самареи, в общем, всегда в сердце еврейского народа занимали. Смотри, сегодня богатцы... Слыха одно слово. Сегодня главная проблема, как обычно, в Израиле. Это понятно, да? Сегодня богатцы принял решение о том, что закон Аздара, Аздара – это значит узаконивание положения поселений, которые находятся зеленой чертой, да? Они сказали, что это незаконно, они его ответили. То есть это как раз, это напрямую, это в тему. На ту тему, кто законный хозяин и кому это принадлежит. Окей? Человек приносит бумажку, в которой реально какая-то хамула, да, получила от иорданского представителя, да, власти, бумажку, в которой эти земли, они его. Это бумажка сама, там, я не знаю, больше, чем на 50-летней давности. И богатство на основании нее, он говорит, да, вы должны разрушать эти дома, потому что они стоят на незаконной... Это известно. Богат для наших слушателей, которые не владеют ивритом, это же полный искусств справедливости. Просто Татан использует большое количество ивритских слов и оборотов своей речи, которые понятны нашим... Я прошу прощения, да, прошу прощения. Но совершенно не факт, что понятны всем тем, кто находится за пределами мира. Окей. Поэтому, вне зависимости от терминологии, да, главная проблема она в евреях, как известно. Да, главная в наших умах, совершенно точно. Друзья, я хотел всех поблагодарить. Может быть, какие-то заключительные ремарки, Григорий, будут у вас по поводу сегодняшней встречи? Я просто очень доволен, на самом деле, и спасибо вам большое, потому что ужасно волновался и думал, в каком же формате все это пройдет. Формат оказался совершенно неожиданно, но, по-моему, очень хороший. Спасибо. Друзья, нам будет очень приятно услышать ваш фидбэк, неважно, позитивный или нет, критический, так сказать, или приободряющий, но я думаю, что мы бы хотели понять, в каком формате нам дальше вот эти беседы вести, поэтому мы будем вам очень благодарны за ваш, так сказать, обратный, обратный ваш, как это называется, обратный контакт, фидбэк, то, что называется по-английски. Рубин, я хотел сказать, у вас есть мой контакт со мной в Фейсбуке, вот, и кому угодно я тоже дам, если кто-то захочет. Матан хотел что-то, спасибо, Матан что-то хотел сказать, да? Да, я фидбэк, ремарку такой, я все-таки думаю, что нужно сконцентрироваться на вопросе Иерусалима, а по поводу аннексии, да, в Ишем Ром мы можем идти очень далеко, потому что это, тем более, на настоящий момент, это бесконечная тема, вы знаете, я с вами соглашусь, у нас изначально, в общем-то, наша заявленная, наша тема была история Иерусалима, и современные дипломатические конфликты связаны с этой историей, поэтому, наверное, мы будем этого притяживаться с, с, разумеется, с, периодически. Понятно, что это связано, но невозможно объятнее, объятнее. Совершенно точно, я согласен. Ну да, вообще-то да, хотя многие, конечно, поселения будут постепенно входить в состав Большого Иерусалима. Да, вот ты прямо в точку попал, как раз Малая Думима именно к этому имеет отношение. Вот-вот. Ты прямо в точку. Наш город. Да-да-да, Друзья, чтобы мы с вами не затягивали, я хотел все-таки всех поблагодарить, и огромное вам спасибо за ваш интерес, огромное спасибо, Григорию, за замечательную книгу, и за прекрасное сегодняшнее выступление, и, друзья, мы с вами будем продолжать в этом формате, и мы очень хотим услышать, опять же, ваше предложение по поводу конкретных вопросов к обсуждению. Готовьте сами вопросы, так что готовьтесь к нашим следующим встречам, и большое вам спасибо всем за участие, большое спасибо Натану за организацию, большое спасибо всем тем, кто принял участие в этом, я так понимаю, Таня, и большое спасибо, конечно, Григорию еще раз, до новых встреч, друзья, спасибо. Всем счастливо, до свидания, я как представитель того места, о котором идет речь, во всяком случае Иерусалим, 20 где-то минут от нас, вот, и тут как минимум по тому, что я вижу по списку, есть еще как минимум два человека, которые как бы, а, три слегка, у нас тут вообще четыре человека, которые из Малая Думим, вот, мы вообще можем в какой-то момент распространить рамку наших встреч, перенести просто физически в Малая Думим, пожалуйста, будем готовить с удовольствием, с удовольствием, это как бы регностировка на местности, окей, ну хорошо, Игорь, все, да, так, так точно, можно даже в этом году, можно даже в этом году не отправлять, знаешь, Шана Абайбе все означает, да, Шана Абайб означает еще в следующем году, понимаешь, так оно продолжается. Я хотел сказать, что есть известный комментарий, почему не Бэ Шана Абайбе, что означает в следующем году, а Лэ Шана Абайбе, что означает к следующему году, что означает, на самом деле, уже сейчас, мы уже сейчас, так сказать, стремимся там оказаться, так что, вот именно, да. Я за огромный позитив, вообще, такой, класс. Окей, друзья, большое всем спасибо, и до новых встреч, мы тогда будем, наверное, отмечаться. А вы там, хунвэбины ушли уже с улиц, хунвэбины, с улиц уже ушли у вас там. А, ну, то, что у нас происходит, вы знаете, вроде обстановка более-менее наладилась, но, если честно, я вам хочу сказать, ну, я, наверное, об этом буду тоже давать лекции, я думаю, что мы с вами живем достаточно непростое время, нам надо готовиться, потому как, ну, как я это вижу, это некая такая, такая, переломная некая ситуация, ситуация, которая, в общем-то, приведет к, ну, как любая эпоха некой трансформации, это эпоха непростая, и, ну, что я вам хочу сказать, я хочу нам всем пожелать сил, здоровья, крепкого оптимизма и веры, вот это нам всем очень понадобится в ближайшее время. Слушай, Рувин, ну, ты же, Рувин, ты же прекрасно понимаешь, что все, как бы, черные волнения, понимаешь, они только с одной целью, для того, чтобы американские ивре, они приехали в Малое Думье, но как бы по-другому, никакого другого комментария быть не может, однозначно. Вот на этой радостной ноте, друзья, мы с вами не забываемся, и всем большое спасибо. господа и дамы, всем счастливо, до свидания, пока, огромное спасибо всем, пока-пока. До свидания.